Элементарной ячейкой называется область кристалла, повторяя которую путем параллельного переноса можно заполнить все пространство и тем самым из элементарной ячейки получить весь кристалл. В одном и том же кристалле элементарную ячейку можно выбирать по-разному. Возьмем для примера двумерный кристалл с квадратной пространственной решеткой. Простейший способ выбора элементарной ячейки в виде квадратика разлиновки напрашивается сам собой, но можно выбрать и квадраты побольше. Это тоже будут варианты элементарной ячейки. Или можно выбрать фигуру посложнее, лишь бы она заполняла всю плоскость без перекрытий путем параллельных переносов на векторы трансляции кристалла. Зеленая элементарная ячейка выделяется среди всех остальных, изображенных здесь, тем, что ее площадь минимальна. Такая ячейка с минимальной площадью называется примитивной элементарной ячейкой. На одну примитивную ячейку приходится ровно один узел пространственной решетки. В данном случае узлы расположены в четырех вершинах квадрата, но каждый узел принадлежит четырем соседним ячейкам. Поэтому можно сказать, что данной ячейке достанется как бы четыре четвертинки узла, что составляет один целый узел. Сосредоточимся подробнее на примитивных ячейках. Один из способов построения примитивной ячейки заключается в том, чтобы найти векторы элементарных трансляций кристалла А1 и А2 и, отложив их из одной точки, достроить до параллелограмма. В трехмерном случае мы имеем три вектора А1, А2, А3, и мы на них будем строить параллелепипед. Выбрать набор векторов основных трансляций можно по-разному, поэтому можно получить разные варианты примитивных ячеек в виде параллелограммов. Но, в общем-то, элементарная ячейка вовсе не обязана быть параллелограммом, а также не обязана опираться своими углами на узлы решетки. Есть, однако, способ построения примитивной элементарной ячейки, позволяющей избежать всех этих неоднозначностей и, кроме того, сохраняющей в форме элементарной ячейки симметрию пространственной решетки. Для разнообразия проиллюстрируем этот способ на примере треугольной решетки. Выберем один из узлов пространственной решетки и построим срединные перпендикуляры к отрезкам, соединяющим этот узел с близлежащими узлами. Фигура, отсекаемая этими срединными перпендикулярами вокруг выбранного узла решетки, называется ячейкой Вигнера-Зейца. Она является примитивной элементарной ячейкой, так как, повторив это построение вокруг других узлов решетки, мы получим разбиение плоскости на одинаковые фигуры, которые переходят друг в друга параллельным переносом на векторы трансляции решетки. И каждый из них содержит по одному узлу пространственной решетки. А кроме того, мы видим, что в форме ячейки Вигнера-Зейца сохранилась симметрия пространственной решетки, в частности, ось шестого порядка. Аналогичным образом ячейка Вигнера-Зейца строится и в трехмерном кристалле. Отличие только в том, что вместо срединных перпендикуляров надо строить плоскости, перпендикулярные отрезкам, соединяющим узлы пространственной решетки. Продолжение следует...